Компания Коралл представляет Дора Мацоне в роли Алисии, Генри Сотто в роли Фабиана, а также Дилия Вайкаран в роли Хуаниты, Мануэль Саласар в роли Виченцо, Умберто Гарсия в роли Хусто, Хони Фуэнтес в роли Лилианы, Рикардо Аламо в роли Мигеля Энрикки, Диссидерия Ткаро в роли Алехандры, Юл Беркл в роли Густаво. Йолетти Кабреро в роли Глэдис, Гладушка Акоста в роли Бонбон, Хулио Сесаркастро в роли Эль Топо. Композитор Ромуло Галлегес. Операторы Доминго Фуэнтес и Рафаэль Марин. Продюсер Хосе Герардо Гильен. Режиссер Отто Родригес. Посмотреть на ребенка? Алисия, по какому праву? Луиза Фернандо, не повышай голос на моих гостей. Вы ее еще не знаете. Видишь, Летисия, как легко она выходит из себя. Я не подпущу тебя к ребенку. Лучше всего просто выставить ее вон. Ради Бога. Она хочет взглянуть на ребенка. И только. У тебя опять приступ паранойи. Ты должна слушать хозяйку. Да? Так что будь добра. Дети уже дома? Да, обедают. Не дождавшись меня? Нет. Ваша подруга приказала накрыть обед, не дожидаясь вас. Ах, вот значит как. У нас теперь новая хозяйка. Сеньорита Мириам, она так резко говорила. Я решила, что это вы ей приказали. Ты ни при чем, Нора. Дело в бонбон. Ума не приложу, как ее выгнать. Я не подпущу к тебе эту женщину. Не бойся. Она сюда не придет. Она не тронет ни тебя, ни меня. Господи, что делать? Сеньор Морисио, умоляю, не пускайте сюда Алисию Суарес. Объясни спокойно, что случилось. Поймите, она виновата во всех моих несчастьях. Этому кошмару нет конца. Не заставляйте меня ей подчиняться. Луиза Фернандо, я ей не заставляю. О чем речь? Она пришла якобы посмотреть на ребенка. Но я-то знаю, что она хочет причинить ему зло. Сеньор Морисио, не пускайте ее. Вы не знаете, на что она способна. Успокойся, прошу тебя. Успокойся. Ни с тобой, ни с ребенком, ничего не случится. Что-то Луиза Фернандо долго не возвращается. Не волнуйся, Алисия. Если хочешь, я за ней схожу. Если только она снова не сбежала с ребенком... Не надо, не шути так. Я этого не переживаю. Да, от нее можно ожидать чего угодно. Я ее знаю. Поверь мне, она не отдает отчеты своим поступкам. Это у нее наследственное. Расскажи о ее семье. Отец Луизы Фернандо от тебя не в восторге. Неудивительно. Игнасио Риера растопчет любого, лишь бы спасти себя. Он даже был объявлен в розыск. Игнасио Риера преступник. У меня сегодня сплошные неприятности, профессор. Сначала пробка, теперь сломалась машина. Поэтому вы решили переквалифицироваться в механика? Да, вы правы. У меня уже были проблемы с машиной. Можно? Простите, я не вовремя? Нет, нет, наоборот. Мы ищем механика. У профессора сломалась машина. Если хочешь, я могу посмотреть. Не надо, Рудольфо. Этой развалине давно место на свалке. Не знаю, как я теперь доберусь домой. Я могу тебя отвезти. Тебе не сложно? Нет, нет, без проблем. Едем? Отлично, едем. До свидания, сеньор. Пока. Спасибо, Рудольфо. До свидания. До свидания. Вам не надо подниматься наверх. Маурисио, когда Луза Фернандо принесет ребенка? Сейчас это невозможно. Ребенок спит. Да, ничего. Алиси, идем в детскую. Нет, извините меня, но сейчас туда нельзя. Что вы, не извиняйтесь? Пусть малыш спит, не будем его будить. Я зайду в другой раз. Ладно. Я провожу. Да, спасибо. Пока, Летиси. Пока. Пока. Спасибо. Маурисио Тоскану, мой друг. Но я не буду его просить. Господи, помоги мне. Алисия не успокоится. Что ей, в конце концов, надо. Из-за нее я отказалась от Рудольфа. Я его очень люблю. Но мы не будем счастливы. Они не хотели тебя ждать. Может, это ты не хотела? Мириам, что ты? У детей должен быть режим. Ладно, не обращайте внимания. Ешьте. Мириам, я ездил в университет. Почему ты меня не дождалась? Я хотела всем рассказать, как прошел мой первый рабочий день. Ясно, ну и как? Отлично. У меня прекрасные ученики. Особенно один. Я сказала во множественном числе. Какая разница? Мы с Пикурой поняли. Мириам, не обращай внимания. Ученики действительно хорошие. Любознательные. Повезло. Пикуре. Пикуре. Там, где больше двух, говорят вслух. Мириам, перестань портить ребенку аппетит. Никакого уважения. Ты эгоистка. Хорошо. Обедайте спокойно. Простите. Ты видел Пикуре? Скоро она начнет тебя наказывать. Я ей не позволю. Пока я с тобой, Мириам тебя не тронет. Синьор, даже не верится, что я снова дома. Привыкай. Ты дома, Хуанита. Постепенно перевезем остальные вещи. Да, синьор. Представляете, мне кажется, что я здесь не была целых сто лет. Жаль, что нет нашей девочки. Луиза Фернандо должна жить здесь. Ты права. Хуанита. Как ты, Динора, дорогая? Хорошо. Хорошо. Ты научилась врать не краснее. У тебя печальные глаза. Ничего. Это пройдет? Она все время это твердит. Поэтому я и привез ее сюда. Пусть успокоится. Конечно, конечно. Я всегда тебе рада помочь. Знаю, Хуанита, если бы все было так просто... Ничего. Время лечит. Мы все очень тебя любим, дорогая. Кстати, знаешь, Алехандро за тебя волнуется. Поговори с ней. Знаю, Хуанита, но сейчас мне тяжело ее видеть. Сейчас я не могу. Именно сейчас ты очень нужна своей дочери. Мы все ей нужны. Да. Что бы я без вас делала? Перестань. Нас не за что благодарить. Забудь обо всем. И постарайся все-таки взглянуть на жизнь с другой стороны. Постараюсь. Если смогу. Сможешь. Гледис стала значительно лучше. Я рад. Разлука со мной пошла ей на пользу. Несомненно. Сейчас Гледис просто не узнать. Попрошу вас и дальше следовать моим указаниям. Разумеется. Спасибо. У меня много проблем. Мне совестно, что я не навещал ее. Не волнуйтесь. Скоро вы сами поймете, что ей лучше вас не видеть. Она. Гледис. Привет, Фабиан. Привет, Гледис. Простите? Конечно. Прекрасно выглядишь. Прости, что не приходил. Ничего. Не волнуйся. Я знаю, что врач запретил тебе приходить. Не извиняйся. Как я рад тебя видеть. Садись. Сегодня меня выписывают. Нет, нет. Глазам не верю. Зачем ты это надела? Что за маскарад? Александр, они не должны тебя здесь видеть. Сядь. Это слишком. Поверить не могу. Только так я могу быть со своим сыном. И не спорь со мной. Прости. Я не согласна. Поверь, твой вид привел меня в шок. Я все время пребываю в шоке. Пора, наконец, избавиться от Алисии. Она была здесь. Она знает, где я. И, боюсь, она что-то задумала. Мариэлла. Мариэлла. Привет, Алисия. Вот так сюрприз. Пришел к Виллиане. Да, она просила меня зайти. Она совсем беспомощна. И сегодня она какая-то беспокойная. Да. Она волнуется. Рудольфу не приходит, и она нервничает. Что бы ни случилось на работе, это не значит, что Рудольфа должен забывать о матери. Да, ты права. Я ему скажу. Видимо, у него много дел. Я его престижу. Мне пора. Так рано? Да. Да-да. Ну, тогда пока. Отлично выглядишь. Спасибо. Пока. Он может все испортить. Если Рудольфа придет, старуха разволнуется, и тогда все пропало. Черт бы ее побрал. Ну вот, доставил. В целости и сохранности. Чудесно. Я рада, что моя машина сломалась. Никогда я столько не смеялась, Рудольфо. Надеюсь, не надо мной? Ну, как ты мог подумать? Оказывается, ты веселый парень и большой выдумщик. Думаю, ты во мне не ошиблась. Идея. Ты спешишь? Да нет. Может, поднимешься ко мне на чашечку кофе? Конечно, если ты не возражаешь. Нет, отличная мысль. Приглашение принято. Что ж, идем. Эта женщина просто невозможна. ты же отказалась от Рудольфо. Что ей еще надо? Мой сын. Что, что? Сядь сюда. Она пришла посмотреть на ребенка. Это неспроста, Алехандро. Она очень хитрая. Она хочет отобрать у меня сына. Луиза Фернандо, ее надо остановить. Я поговорю с Игнасием. Нет, нет, не впутывай в это папу. Он не одобрил мой поступок. И что? Я уеду, Алехандро. Приму приглашение сеньора Тоскана. Мы уедем втроем и не вернемся. Уедешь? Не знаю. Опять? Вряд ли это решит все проблемы. Алехандро, у меня нет выхода. Я не вижу причин оставаться здесь. Почему? Причина как раз есть. Твой отец, Хуанита, Хуанита меня поймет. На моем месте она сделала бы то же самое. А папа, у него своих забот хватает. Ты не права. Отец за тебя волнуется. Он просил уговорить тебя уйти отсюда. Вот видишь, Алехандро, он хочет разлучить меня с сыном. Нет, Луиза Фернандо, это не так. Побег это не выход. Я уехала. И что? опять то же самое. И никакого выхода. Нет, вечно у меня все не так. Рудольфу, кажется, я потеряла ключи. Не волнуйся, спокойно. Ты уже все перерыла. Думаешь, в сумке двойное дно? Нет. Знаешь что, я надеюсь, что они скорее всего завалились за подкладку. Все-таки ты прав. Здесь нет двойного дна. А жаль. Меня всегда удивляло, чего только женщины не носят в сумочках. Только самое необходимое. Мужчинам этого не понять. Вспомнила. Что? Ключи. Я оставила их у декана Монкада. Рудольф, я такая рассеянная. Не волнуйся. Делать нечего. Вернемся в университет. Нет, что ты. Мне так неловко. Я возьму такси. Не волнуйся. Нет, погоди, Лаура. Вместо того, чтобы распивать с тобой кофе, мы поедем за ключами. Не то декан Монкада уйдет, и ты не попадешь домой. Что ж, ладно, едем. Хорошо. Спасибо. Входи. Фабиан, думаешь, я смогу здесь жить? Тебе некуда идти. Смелей. Входи. Не знаю, Фабиан. Может, мне лучше пока пожить в отеле? Даже не думай. Тебе там будет плохо, и мне тоже. Скажи, ты меня жалеешь? Не жалей меня, Фабиан. Я не собираюсь тебя жалеть. Слушай, хоть мы и расстались, мы долго жили вместе. Глупо вести себя так, как будто мы чужие. Не знаю. Кстати, у нас теперь живет Веченцо. Фабиан, мне все равно. Не говори так. Ты займешь комнату Веченцо. Она хоть и небольшая, но уютная. Серьезно? Я не могу выгнать тебя на улицу. Половина имущества принадлежит тебе. Спасибо. Тебе спасибо. Спасибо, что ты собралась силами и выздоровела. Так держать. Поговори с Густавом Алекандро. Может, вдвоем вы что-нибудь придумаете? Нет. Вряд ли. У нас был уговор. мне надо было выйти замуж, а ему уехать из страны. Значит, пока вы жили вместе, у вас ничего не было? Вы по-прежнему только друзья? Да. Не знаю, Луиза Фернандо, я запуталась. Голова идет кругом. Не могу думать о себе, когда маме плохо. А где Динора? Она живет у вас. Что? С папой? Конечно. Она не хочет меня видеть. Луиза Фернандо это ужасно. Успокойся, подружка, вы поговорите, и она все поймет. Она не хочет меня видеть. Ей надо успокоиться, Алекандро. Хочешь, я пойду с тобой? Правда? Правда? А как же малыш? Мой умница, он скоро уснет. Если что, Ирма за ним присмотрит. Да? Думаешь, мама простит? Не знаю, подружка. Правда не знаю. Посмотрим. Да. Заснул? Что нового? Ничего, по-прежнему. Как старуха. Вот она. Читала и заснула прямо в кресле. Узнали про ребенка? Нет, ничего. Еще будет время. Мрела, Рудольф не приходил? Нет, не приходил и даже не звонил. мне это не нравится. Только из-за Рудольфа я притащила сюда старуху. Зачем она, если Рудольфа не приходит? Какое благородство. Скорее бы Рудольф забрал меня подальше от этой женщины. Я не знал, чьи они. Хорошо, что успели. Я собирался уходить. Профессор, большое спасибо. Простите меня. Я очень рассеянная, постоянно что-то теряю. И если бы не вы, я бы спала на улице. В следующий раз будь внимательна. Ладно, теперь все обошлось, остается поблагодарить моего спасителя. В качестве извинения приглашаю тебя на обед. Я проголодалась. Идем в любой ресторан на твой выбор. Я бы с радостью, Лаура, но сейчас я не могу позволить себе ходить по ресторанам. Денежные затруднения, а не хочу, чтобы за меня платила дама. Рудольф, у тебя устаревшие взгляды. Я не сомневаюсь в твоей порядочности, но по-моему, ни к чему такая щепетильность. если только ты не хронически зануда. Позволь, я заплачу. Я плачу все, что ты закажешь. нет, я не зануда. Просто я слишком консерватив. Хуанита, как я рада, что ты дома. У себя дома. Я тоже рада. Что еще надо для счастья? Привет, Хуанита. Привет, дорогая. Как ты? Хорошо, забочусь о твоей маме. Как она? Что говорит? Дорогая, бедняжка очень страдает. Никогда не видела ее в таком состоянии. А папа? Он с ней? Твой папа настоящий джентльмен. Приютил ее. Он такой заботливый. Хуанита, выполни мою просьбу. Мне надо с ней поговорить. Скажи ей, что я сделаю все, чтобы она была счастлива. Алихандра, дорогая, твоя мама никого не хочет видеть. Она ее дочь Хуанита. Им обязательно надо поговорить. Что ж, ладно, только я ничего не обещаю. Если она скажет нет, тебе придется уйти. Хорошо? не волнуйся, я скоро. Алехандра, пойми, мне нужно время. Все слишком сложно. Идем домой. Мама, а где мой папа? А что? Меня в школе спрашивают. Ясно. Твой папа на небе. Почему? Он что, умер? Да. Слушай, он теперь на небесах, но он о нас заботится. А ты выйдешь замуж? Вряд ли, Алехандра. А вдруг? Тогда у тебя будет другой папа. А мой папа очень рассердится. Нет, не рассердится. Я хочу, чтобы ты когда-нибудь вышла замуж, и мы жили все вместе. Посмотрим. Я не знаю, что будет, Алехандра. Иди сюда. Не знаю, что лучше, дорогая. я всю жизнь посвятила тебе, и вот что получилось. Войдите. Динора, дорогая, прости, что мешаю, Алехандра хочет тебя видеть. Хуанита, скажи Алехандре, что я плохо себя чувствую. я не могу сейчас с ней говорить. Придумай что-нибудь ради меня. Пожалуйста. Я ждал тебя в баре. Что случилось? Просто я был не готов к разговору с Эсабель. Знаешь, Гладис теперь живет здесь. Значит, я должен собирать вещички? Нет, что ты, здесь твой дом. К тому же ты мне нужен. ее нельзя оставлять одну. Ей уже лучше? Врач сказал, что кризис миновал. Ей лучше. Она избавилась от депрессии, но не выздоровела. Выздоравливает. Сам увидишь. Не знаю, она немного заторможенная. Наверное, еще действует лекарство. Фабиан, извини меня, но ты уверен, что сделал правильно, взяв на себя ответственность за Гладис? Я обязан? Конечно, но вы больше не женаты. Будь ее другом, но зачем жить-то вместе? Я ей нужен. пока я ей нужен, я буду рядом с ней. Буду помогать ей. Да. Ясно. Опять здесь. С Фабианом. Под одной крышей. И все же, по-моему, ты совершаешь ошибку. Возможно. Кто знает. Может, это расплата за грехи? Так я и думал. Что? Не взваливай вину на себя, Фабиан. Это вредно для здоровья. Нет, я ни в чем. Перед ней не виноват. Просто родители Гладис живут в другом городе. Я не могу ее бросить. По крайней мере, пока она не поправится. Фабиан, это я уже понял, но если Гладис станет хуже? Врач сказал, что она не опасна. Я ей верю, к тому же она принимает лекарства. Фабиан, я твой друг и всегда рад тебе помочь. Но будет лучше увезти Гладис подальше, хотя бы на время. Последуй моему совету. Ну, Хуанита, как мама? Все в порядке? Простите, но ничего не вышло. Она не простила. Она сказала, что пока не хочет тебя видеть. Не хочет говорить с тобой. И я думаю, что сейчас не надо настаивать. Нет, не может быть. я должна ей все объяснить. Подожди, синьорита, нельзя быть такой эгоисткой. Алехандро мучается, Хуанита. Думаешь, Динора веселится? Бесполезно, Луиза Фернандо. Не надо. Успокойся. Нет. Не волнуйся. Луиза Фернандо, мама меня не простит. Что мне делать? Успокойся, подожди. Будь оптимистка. Дорогая. Что? Что Хуанита? Рудольфо. Он там за дверью. Впустить? Нет, нет, меня нет. Идем быстрее. Ладно. Я ушла. Да. Игнасио, это и твой дом. Проходи. после тебя. Знаешь, Мириум, вообще-то я пришел к Бон-Бон. Ко мне? Простите, я пойду. Спасибо. Игнасио, ты пришел меня оскорблять? нет. вовсе нет. Я прошу тебя об одолжении. После всего, что ты мне сделала, ты не откажешь. твое спокойствие меня пугает. Что ты хочешь? Зарегистрировать ребенка. Нашего ребенка. Я дам ему свою фамилию. Скажи, Луизе Фернанди, что я здесь. Я же сказала, она ушла. Хуанито, не лги мне. Я должен ее увидеть. Ее нет. Не мучай меня, мне не по себе. Ладно, ладно, не буду. Раз она не хочет меня видеть, мне лучше уйти. Рудольфо, извини меня. Я на тебя не сержусь. Тебе не кажется, что лучше забыть про Луизу Фернандо? Забыть? Я люблю ее, Хуанито. Люблю. Без Луизы Фернандо мне не жить. Она считает, что я виноват во всех ее бедах. Но я всегда буду ее любить. Рудольфо. Игнасио, не верю своим ушам. Ты его признал? Ты идешь со мной? Да или нет? Конечно, любимый. Почему же нет? Приезжай за мной завтра, ладно? Нет, не завтра. Сегодня. Не хочу тянуть с регистрацией. Не забудь взять документы. Документы? Да, документы. Документы, которые тебе дали в больнице при выписке. В них записано, что ребенок твой. Наконец-то, Игнасио. Как я этого долго ждала. Сейчас я их принесу, да? Подожди, я быстро. Я знал, что ты дома. Ну и что, Рудольфо? Между нами все кончено. Простите. Я вас оставлю. И не сердись на меня. Я всего лишь хотела защитить свою девочку. Я пришел сказать... Я слышала. И не надо это повторять. Луиза Фернандо, я люблю тебя. Хватит, Рудольфо. Постарайся держать себя в руках. Не говори о любви. Почему? Тебе неприятно? Да. Все кончено, Рудольфо. Я забыла, что мы когда-то были близки. Все можно вернуть? Нет. Ты мне не веришь. Я хочу уберечь тебя. Ты идешь неверной дорогой. А тебе-то что, Рудольфо? Я выбрала свой путь, а ты от него отказался. Луиза Фернандо. Довольно, Рудольфо. Нам не надо больше видеться. Я тебя не оставлю. Я сделаю все, чтобы быть с тобой. Поздно, Рудольфо. Я скоро уезжаю. за границу. И, возможно, не вернусь. Что значит скоро уезжаешь? Уезжаю. От тебя, Рудольфо. И от всех, кто меня не понимает. Не надо. Умоляю, не надо. Я хочу быть сыном. Значит, ты собираешься уехать с ребенком? Не совсем так. Уехать хочет Маурисио Тоскана и просит, чтобы я поехала с ним. Значит, ты едешь с ним? Да. Знаешь, Рудольфо, он единственный, кто меня понял. Не уезжай. Обвиняй меня в чем хочешь, но только не уезжай. Не уезжай, Лиза Фернандо. У меня нет выбора, Рудольфо. Это мой сын, поверь. Это наш сын. Сначала он был сыном Бонбон. Теперь ты говоришь, что он наш. Пойми, это наш сын, Рудольфо. Наш сын был у Бонбон. Невозможно, это же полный абсурд. Я не верю Луиза Фернандо. Мама не хочет меня видеть, Хуанита. Дорогая, успокойся. Пей чай, он придаст тебе сил. Хуанита, мне плохо. Мама не хочет меня видеть. Послушай, она устала, плохо выглядит, ей тяжело. Я не знаю, что у вас произошло, но, Алехандро, поверь, скоро все уладится. Знаю, Хуанита, но когда рядом нет близкого человека, может случиться беда. Динора твоя мама. Помни об этом. Что бы ни случилось, она всегда простит. Надеюсь. Может, ты и права. Я уже потеряла надежду. Мы с мамой любим друг друга. Я не могу ее потерять, Хуанита. Не могу. Игнасио, я думала, ты с Бонбон? Да, она пошла за документами на ребенка, я решил записать его как сына. Ты же не хотел. Верно, но я потом все объясню, Мириум. Игнасио, это не мое дело, но ты слишком легковерный, и я не могу на это спокойно смотреть. Мне не нужны ни Мириум, ни Пикуры. Мне все до стриера. Господи. Стой, Бонбон. Это не похоже на Игнасио. Какая я дура. Здесь что-то не так. странно, что Игнасио так спокойно спросил про документы. Господи, что делать? Позвоню Алисии. Да, верно. Алло, Алисия? Хорошо, что ты дома. у меня неприятности. Бонбон всех обманывает. Мне она сказала, что отец ребенка даже не Мигель Энрике. Ребенок ей нужен, чтобы потом жить без забот. Думаю, не стоит брать на себя такую ответственность. Я все это знаю, Мириум. Но у меня есть свои соображения. да, но зачем приносить себя в жертву, если знаешь, что это ложь? Мириум, тебе это покажется странным, но ради нашей дружбы и в знак уважения ко мне, пожалуйста, поверь мне, ребенок должен носить мою фамилию. он так и сказал. Ты отдала ему бумаги? Нет, я не знаю. Игнасио требует, чтобы отдала, поэтому я и звоню. Слушай меня, не вздумай ничего отдавать Игнасио. Если он тебя раскусит, плохо будет и тебе, и мне. Придумай что-нибудь, но только не отдавай Игнасио документы. Поняла? Все в прошлом, Рудольфо. Мы разные, я в тебе ошиблась. Ты так говоришь из-за нашего сына? Ты не веришь, он наш сын? Моя жизнь превратилась в ад. У меня есть сердце. Луиза Фернандо, взгляни на меня. Больше всего на свете я хочу быть с тобой. Хочу, чтобы у нас было много детей. У нас есть сын, Рудольфо. Наш сын умер. Нет, нет. Раз ты считаешь, что он умер, прошу тебя, помни о нем и не говори ничего. хорошо. Как хочешь. Жаль, что я не смог найти путь к твоему сердцу. луиза? Луиза, что случилось? Луиза, Ничего. Ничего. Я похоронила свою любовь. Девочка, может, вернешься к нему? Ведь ты его любишь. Не могу, Фанни, ты не могу. Если надо выбирать между ним и ребенком, я выбираю сына. Фильм, переведенный озвучен компанией Интеркоммуникейшнс, 1999 год. Для Для , р и жюз по по zo – sir из по н Одесс ю мед ед труд 帮 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok